приветствую с вами канал дизайн ремонт квартиры дачи данное видео состоит из двух частей первый мой опыт создания альпийской горки так сказать результаты пробы пера а вторая это большая подборка цветов и кое-что о кислотности почвы но начнем с создания на лист шифера был погружен грунт в пропорции 60 процентов земля из леса и по 20 процентов чернозема и песка потом была посадка растений в соответствии с ранее разработанным планом и обкладка всего этого дела камушками заканчивали глубокой ночью так как кому-то нужно было обязательно высадить растение но я не особо сопротивлялся но при свете дня это выглядело как-то так убрали лишние камни отдохнули решили удивить и порадовать дочку то что вы сейчас видите светлячки собрать их можно просто прогулявшись как стемнеет посмотреть не светится ли что-нибудь в траве на обочине дорог и да они не кусаются и нормально переносят перемещение в коробок единственное что не надо делать это рассматривать их при свете ведь у них так себе но взяли ты их не завито засвещение перемещение пред поэтому сразу на горку и удивлять у нас получилось и сказать что дочка была в восторге это значит ничего не сказать шло время и на горке начали происходить изменения а произошло это потому что мы не рассчитали размеры некоторых растений после того как они разрастутся вследствие чего их пришлось отсаживать а на их место придумывать что-то более миниатюрное но помимо текучки было два решения которых я расскажу поподробнее первое это сделать ограждение из столбиков единственное я ошибся с сушкой сушить наверно надо без коры так как вместе с тем чтобы высохнуть столбики начали преть пришлось ошкуривать и еще одно столбики нарисовались из-за решения снт линча яс провести вырубку вдоль дороги и то что дачники не растащили то работяги сожгли ну так или иначе после ошкуривания оставалось все это дело закопать и покрасить вот так оно получилось вторым решением стало размещение на горке камней с наростами кристаллов кварца штука не драгоценная но горку в солнечную погоду украшает и неплохо смотрится даже на фоне цветов найти их можно на дорогах засыпанных известняком пример такой дороге вы видите но обращать внимание нужно не только на поверхность камней но и на трещина иногда кристаллы расположены внутри камня представленный пример лишь намекает на это но мне встречались камни где условно говоря внутренние кристаллы занимали куда больше объем вылазка была совершена с целью сфотографировать дорогу но помимо этого удалось кое-что найти кстати процессом поиска можно увлечь детей я не исключаю что кому-то это понравится во всяком случае в моем детстве был период когда это было интересно на этом первая часть видео закончена пока идет краткое содержание отобранных цветов с временем показа в ролике я хочу сделать юридическую паузу объем описания на ютюбе не позволяет мне разместить все ссылки на фотографии которые я использовал в описании поместились только название сайтов из которых я брал информацию но на моем сайте есть исчерпывающая информация по этому поводу включающая в себя прямую ссылку на сайт и ссылку на страницу или источник изображения сайт находится в стадии начала развития но данная страница уже есть ее адрес не изменится пока канал работает также прямые ссылки на сайты изображения будут в группах контакте и фейсбуке когда последние будут созданы таким образом автор изображения получит три прямые ссылки хозяева сайтов 6 прямых ссылок на свои ресурсы так как в ссылках на авторские ресурсы домен владельца сайта также присутствует дополнительная информация для авторов есть на странице с перечнем источников также в описании есть ссылка на страницу на которой в свою очередь отобрана ссылки на исчерпывающую информацию по каждому цветку и краткое описание цветов озвученные в ролике и страница с ссылками на упомянутые товары представленные далее цветы разбиты по месяцам в соответствии с основным периодом цветения но помимо разного времени цветения имеют еще целый ряд индивидуальных предпочтений в частности цветовой режим плодородность и кислотность почвы конечно в идеале чтобы на выбранных вами цветов все эти показатели примерно совпали но делать это самоцелью и жертвовать из-за этого выбора не стоит так в рамках альпийской горки при помощи тканевых контейнеров которые вы сейчас видите возможно организации взаиморасположения растений имеющие самые разные требования к почвам для этого выбирается контейнер необходимого размера в него добавляется почва с нужными характеристиками постула вкапывается в необходимое для цветка место а для большего исключения почвообмена можно проложить внутрь мешка немного перфорированный целлофан добавление дренировающего слоя также выполняет свою штатную функцию использование простых пластиковых мешков тоже допустимо но там может возникнуть проблема их изъятия из горки в случае пересадки растений кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумаги путем растворения почвы в воде с нейтральной кислотностью или с использованием специальных приборов которые также возможно приобрести на алиэкспрессе за вменяемые деньги а этот слайд показывает как добиться нужной кислотности условные наименования почвы в зависимости от уровня ph вы можете увидеть в таблице но как мне трудно заметить чем выше уровень ph тем почва считается более щелочной и наоборот чем ниже уровень ph тем почва более кислая вообще говоря это тема отдельного ролика пока же можно сказать что уровень ph это водородный показатель характеризующий кислотность почвы а не уровень кислотности как многие пишут как бы то ни было всем кто досмотрелась терпел мое заносство спасибо но сейчас перейдем к цветам и да если в ролике не сделан отдельный упор на кислотность почвы то для выращивания растений подойдут нейтральные или около нейтральные по кислотности состава март крокус несмотря на солнцелюбивость может расти и в тени правда чувствует он себя там несколько хуже также плохо растет на кислых почвах предпочитает рыхлые дренированные почвы с повышенным содержанием органических веществ с нейтральным или слабо щелочным уровнем кислотности другое название крокуса шафран но строго говоря не все крокусы шафрановый более подробно шафрановые крокусы будут рассмотрены в одном из следующих видео цветочной серии печеночница природе встречается преимущественно в лесах предпочитает тень и кислую или слабо кислую умеренно влажную почву в качестве грунта оптимальным вариантом будет богатый питательные рыхлые водопроницаемый грунт растение целиком ядовитое хотя есть мнение что после сушки яд уходит но как по мне это для любителей мухоморов там нечто подобное главное что пока она растет она ядовито и это следует учитывать примула в народе еще именуют колючниками и бараночниками ей приписывают волшебные свойства в реальной жизни примула красивые растения обладающие лечебными свойствами хорошо себя чувствует в рыхлой и питательной почвы без застоя воды лучше всего примула развиваются на суглинках пушкини пушкини в народе еще называют карликовым гиацинт по своему строению она очень похожа на пролюску кислотности почва непритязательна но любит плодородная почва без застоя воды в качестве места расположения предпочитает светлые и слегка затяненные участки цикламин данный цветок выращивается и в условиях квартиры любит полив но не любит застой воды следовательно почву нужно дренировать еще из особенностей надо отметить что он ядовит для животных это касается это кроликов и птиц но не касается свиней для которых он самый тонн эрантис предпочитает воздушные рыхлые почвы то есть дренаж второе название веселье но в общем-то в переводе с греческого тоже весенний цветок апрель адонис весенний имеет массу лекарственных свойств и народных названий если говорить о названии то основной из них горит цвет из-за ярких цветов а само растение не притязательно к почвам но оно не должно пересыхать хотя и застой влаги но не любит но и да растение краснокнижное как и следующее за подснежник подснежник или галантус все виды диких подснежников входят в реестр редких и исчезающих растений и находится в красной книге их сбор продажи и приобретения наказывается с штрафом разрешено продавать и приобретать лишь подснежники выращенные в теплице почве подснежник непритязательный но не любит застой воды и иногда может потребоваться подкормка калийно-фосфорным удобрением пролеска или сцилла нетребовательна к почвам растет и на песчаном и на глинистом грунте но любит органику поэтому при выращивании хорошо удобрять почву натуральными удобрениями перегноем торфом любит растение минеральные удобрения содержанием кальция и фосфора как и все луковичные не переносят застой влаги пузырьница физалисовая другие названия физохлайна и широплодка физалисовая требует солнечного положения и хорошо высушенной глинистой почвы засухоустойчиво есть лекарственные свойства на зиму необходимо укрытие от сырости сальдонелла лучше всего растет в легкой тени на плодородных увлажненных хорошо дренированных почвах с нейтральной или слабо кислой реакции чувствительным к сухости воздуху и пересыхания почвы поэтому растения регулярно поливают а для удержания влаги почву вокруг мульчируют например измельченным мхом или теловой хвоей триллиум триллиум получил такое название не просто так растение необычайным образом сочетает в себе цифру 3 три листовых пластина на стену 3 лепестка на соцветии 3 чешелистника и ему необходимо три года для того чтобы он вступил в фазу своей наивысшей декоративности цветет в апреле или мае в зависимости от сорта период цветения составляет две недели лучше всего если растение будет находиться в тени деревьев чтобы его листва была защищена от попадания прямых солнечных лучей освещение было рассеяно почва нагрядка должна хорошо пропускать воду то есть быть рыхлой содержать гумус быть плодородной и слабокислой хохлатка растение в целом неприхотлива к почве но при плохих условиях содержания может подвергаться болезням для достижения лучшего результата китайские горные альпийские виды лучше выращивать на открытом приподнятом освещенном участке с хорошо дренированной супесчаной почвы а лесные виды рекомендуется высаживать на затеменном участке с рыхлым гумусным грунтом при этом грунт должен быть нейтральным либо слабокислым май аквилегия или водосбор охотно цветет даже на скудных но влажных почвах однако при внесении подкормки куст становится пышнее а цветки крупнее и ярче окрас венчиков также лучший рост достигается в полутени и в почвах богатых гумусом под гумусом имеется в виду наличие разложившейся органики его уровень повышается внесением перегноя компоста чернозема и других веществ содержащих в себе продукты разложения органического характера арабис кавказский или резуха арабис кавказский наиболее распространенный в россии пригодный для альпийских гор сорта арабиса в качестве грунта растения предпочитают песчаные рыхлые или дренированные почвы насыщенные минеральными органическими веществами с нейтральной кислотностью либо щелочные кислые кальцинированные почвы не убивают растения но угнетают цветение само же цветение в случае кавказского арабиса происходит в мае при том что цветет растение только со второго года в качестве места лучше всего подходят хорошо освещенные обдуваемые участки аренария или песчанка хотя по сути это перевод так как лантийское слово арена от которого образовано наименование рода в переводе означает песок в период цветения основных сортов май-июнь почва должна быть дренированной с нейтральной реакцией лучше всего с у песчаной место хорошо освещенное солнцем но помните что не все виды вынесут посадку на южной стороне в полутени аренария также будет нормально расти бадан еще данное растение именуют бергений мало кто знает что из засохших листиков растений именуемого бадан готовят очень вкусный ароматный и главный целебный чай для посадки бадана подходит достаточно легкая рыхлая влажная и слабо щелочная земля а все потому что его горизонтальные толстые корни очень слабы они находятся очень близко к поверхности почвы и потому так важно не допускать пересушки земли либо застоя в ней влаги барвинок малый живучие неприхотливое растение единственное что рекомендую делать это укрывать молодые побеги листвой на зимний период и то не является обязательным обладает хорошими почвопокровными свойствами вплоть до того что при отсутствии контроля данного процесса может начать угнетать соседи и если уж совсем баловать растению то идеальная почва с углинок с дренированным и внесенными в него комплексными удобрениями слабокислым или нейтральным составом период цветения с середины апреля до начала июня брунера настоящая гроза мышей грязуны как мотылек на огонь идут на корневище брунеры и также как мотыльки гибнут от ядовитого состава такое растение в природных условиях предпочитает расти в листу в связи с этим оно является тиней влаголюбивым для посадки подойдет глинистый влажный грунт при этом сибирская брунера более требовательна к составу почвы чем крупнолисты более лучшие результаты наблюдаются на слабо кислых почвах джефферсония любит рыхлый водоемкий суглинок с задержанием небольшого количества органики не переносит весеннее затопление следует позаботиться о хорошем дренаже участок должен быть затененным достаточно влажным отлично подойдут полянки под деревьями или высокими кустарниками впрочем немного солнца джефферсония не повредит но только на короткое время лучше утром или вечером обладает лекарственными свойствами дюшинея ее также называют индийской или ложной земляникой также есть ряд других названий в уходе дюшинея неприхотлива почва ей нравится легкая или средняя по плодородности слабо кислая нейтральная по кислотности для посадки в открытом грунте и в горшках рекомендуется следующее две части листовой земли и по одной части дерновой земли и песка ягоды не ядовиты имеют неважные вкусовые качества но из-за тонизирующего эффекта на организм их чрезмерное употребление показаны детям и женщинам в периоды беременности и кормлений иберес или иберейка также имеет ряд других названий любит хорошо освещенный участок имеющий суглинистую песчаную либо каменистую почву цветы могут обойтись без подкормок однако для еще более пышного цветения иберес можно подкормить один-два раза в сезон комплексным удобрением камнеломка несмотря на неприхотливость камнеломки будет совершенно не лишним если в посадочном грунте окажется часть торфа и песка и встретятся вкрапления гравия и щебня обязательные условия для хорошего роста и развития камнеломки это дренажная система не допускающая застоя жидкости у поверхности и корней копытинь все растения рода отличаются теневыносливостью сказывается их лесное происхождение предпочитают плодородные рыхлые щелочные почвы с умеренной влажностью при этом требованиях кислотностью можно пренебречь так как кислотность почвы не так критично для данного растения а вот от прямых солнечных лучей и засухи растение лучше уберегать некоторые сорта в частности копытинь европейские имеют ярко выраженные и признанные официальной медициной лечебные свойства лук горолюбивый или алиум или лук австровского уход за ним не доставит много хлопот благодаря его неприхотливому характеру он растет и размножается практически без участия цветового это же относится и к следующему далее луку моли лук моли также как горолюбивый лук единственное что он желтый и оба лука декоративные предпочитают рыхлую почву глине застой влаги мускари также является декоративным луком но стоит особняком из-за своего внешнего вида благодаря чему его долгое время относили к семейству гиацинта и запаха мускуса которым обладают его цветы кстати из-за запаха пошло не только название мускари но и гадючий лук которыми он обладает как по мне запах скорее приятный нежели гадючий почва лучше всего рыхлая плодородная и водопроницаемая желательно чтобы участок находился на возвышенности был защищен от сильного ветра абриета второе название абриета аубриция растение хорошо чувствует себя в легких не очень плодородных землях имеющий щелочной или слабощелочной уровень кислотности приветствуется присутствие извести или мела жирные почвы торфяные и глиняные не по нраву абриете и на них она будет капризничать если вообще приживется для снижения кислотности в грунт вносят известили древесную золу прострел или пульсатила почва на садовом участке должна быть умеренно плодородной избыток естественной органики не пойдет на пользу растения состав почвы должен быть щелочный наличие извести будет благоприятным для корневой системы в почве должны быть песок гравий и галька которые способствуют хорошему дренажу птицемлечник или амнитогалум свое название растение берет от соединений двух греческих слов амнитогалум что означает птичье молоко светолюбивая культура но хорошо растет и в тени лишь немного вытягиваясь вверх превосходно чувствует себя под полупрозрачными кронами деревьев почва должна быть малополудородной песчаной или суглинистой есть сорта с оранжевыми соцветиями при приобретении луковиц следует обращать внимание на состояние кроющих чешуек и донца присутствие пятен и плесени свидетельствует о болезни луковичка должна быть сухой и чистой без следов механических повреждений ледонцы приветствуют в наличии зачатков корешков если же есть сухие корни такую лучше не покупать перед посадкой поместить луковицу в раствор перекиси водорода одна чайная ложка на литр воды это обеззаразит посадочные материалы активный кислород простимулирует пробуждение и быстрый рост пупочник неординарное название растения получило в связи со строением его плодов а также за искусство стеблист пуповины для выращивания этого растения лучше всего подходит полутенистая местность с умеренной влажностью обогащенной питательными веществами почвы кислотность которой варьируется от слабо кислой до слабо щелочной плодородие почвы должно поддерживаться мучированием капоста нет необходимости дополнительно подкармливать почву так как стремительное развитие листьев может нанести огромный урод цветения седмичник свое название получил за любовь к цифре 7 а именно 7 лепестков, 7 тычинок, 7 чашелистников и даже число листьев стеблевой розетки часто равно 7 седмичник очень влага и тенелюбивое растение основные места обитания это влажные места лесов и болотистые районы с чем связана проблема его выращивания в саду но если у вас имеется водоем с подтопленным участком земли этот цветок может прижиться в противном случае растение скорее всего погибнет и его лучше оставить в природе цветение седмичника происходит в мае и длится всего несколько дней в связи с этим его нахождение в лесу зачастую остается незамеченным так как в мае в лес, особенно в болото мало кто ходит а в ягодо-гребной период седмичник превращается в малозаметный кустик Хаберлея необычная культура представляет собой третичный реликт который пережил более 2 миллионов лет благодаря своей невероятной засухоустойчивости собранные и засушенные кустики даже по истечении 30 месяцев не теряют своей жизнеспособности как бы впадая в пязьму или естественный анабиоз стоит лишь полить листовые розетки после посадки и они начинают расти в россии получил распространение сорт Хаберлея Радовская из-за способности зимовать хоть и под укрытие растение любит полутейную умеренную влажность к составу почвы не требовательно но предпочитают рыхлую проницаемую почву с каменной крошкой челочной грунт не переносит июнь Алисум Алисум еще именуем и лабуриария морская следует знать что алисум и лабуриария морская это разные растения являющиеся ближайшими родственниками однако они настолько похожи друг на друга что садоводы для простоты относят их к одному роду различаются же данные растения красным цветков у лабуриария они сиреневые белые либо розовые а у алисума желтые либо палевые чтобы алисум правильно развивался и пышно свел его надо своевременно и правильно обрезать лучше всего для посадки подходит сухой хорошо дренированный грунт нейтральной реакцией насыщенным гомосом также для посадки подходит слабокислая либо слабощелочная почва это растение отлично растет между камнями и плитами которые нагреваются солнцем гвоздика травянистая неприхотливое и морозоустойчивое растение хорошо размножается семенами и имеет почвопокровные наклонности для растения нужна почва известкового состава со слабощелочной или нейтральной реакцией Горячавка имеет много сортов и разновидностей от совсем низкорослых порядка 7 сантиметров до растений высотой до полутора метров есть сорта используемые как лекарственные подход к каждому сорту горячавки довольно индивидуален но как правило идеальным местом для их размещения является западная сторона и легкая полутень также несмотря на то что горячавка это горное растение она не переносит пересыхание хорошо приспосабливаясь в местах с повышенной влажностью воздуха например у естественных или искусственных водоемов при поливе горячавок жесткой водой растения плохо развиваются и неохотно зацветают ирис как и в случае с горячавкой ирис очень разнообразен но в отличии от горячавок у ирисов потребность растений от сорта более выражена так например некоторые сорта любят влагу а некоторые наоборот предпочитают сухую дренированную почву поэтому нужно ориентироваться на потребности конкретного сорта камнеломка теневыносливая прекрасно он переносит тени и хорошо относится к солнцу любит хорошо дренированную и рыхлую почву в целом достаточно неприхотливое растение для лучшего результата стоит подкармливать минеральными удобрениями один раз в месяц и помнить что подкормка камнеломки азотом крайне нежелательна как и чрезмерное удобрение почвы крылоотечение крупноцветковое в природе растения обитают на суке горных шклонах на высоте до 3 километров над уровнем моря с учетом приспособленности к этой среде они исключительно засухоустойчивы и нетерпимы к повышенной влажности воздуха и почвы из-за нетерпимости к излишкам влаги растения укрывают на зиму с целью для допустить переувлажнения растения предпочитают бедные известковые почвы но могут расти и в нейтральном или слабо кислом грунте лучшее место в саду солнечная сторона альпийской горки лапчатка не смотря на множество разновидностей лапчатка предпочитает солнце и практически не цветет в тени за исключением лапчатки белой которая как раз предпочитает тень также в основном лапчатка предпочитает слабокислый рыхлый насыщенный питательными веществами а также хорошо дренированный грунт который имеет в своем составе немного известий но и тут не без исключения так лапчатке арктической необходим кислый грунт среди разновидностей лапчатки есть растения имеющие лекарственные свойства отсюда и другое название куринский чай молочай неприхотливое и разнообразное растение как по цветам так и по листьям молочай при определенной обработке используют как лекарственное растение но при выборе следует учесть что сок отдельных видов может вызвать ожоги как слизистых оболочек так и кожи для лучшего роста растения добавляем дренаж из гальки или древесной коры и нужно следить чтобы не было пересыхания почвы также любят мальчированный грунт незаботка альпийская в принципе незаботка неприхотлива но единственная сложность это правильный полив тут главное соблюсти золотую середину много плохо и мало плохо рекомендуется поливать меньшим количеством воды но чаще поливать растение нужно под корень избегая попадания воды на листики и цветы из особенностей семена у многолетней олимпийской незаботки черные глянцевые тогда как у однолеток семена серого или коричневого цвета и имеют матовую структуру без рекомендаций цветок предпочитает тень и полутень и негативно воспринимает аммиачное удобрение рябчик шахматы для шахматного рябчика больше всего подойдет слегка затененное место надежно защищенный от ветра почва для рябчика должна быть умеренно влажной обладать хорошими дренажными характеристиками без застоя воды кислотность почвы слабая приближенная к нейтральной хорошо подойдет нейтральная почва смесь флокс шиловидный свое название он получил из-за узких заостренных листьев похожих на шима вообще же в переводе с греческого слово флокс это пламя предпочитают солнечные сухие места гром должен быть неплодородным сухим и рыхлым кислотность нейтральная или слабо щелочная из особенностей при поливе холодной водой стебли могут потрескаться а также если есть зимнее укрытие то лучше ее снять до отлипели так как цветок может выпрыть ясколка ясколка отличается своей неприкотливостью предпочитает бедные почвы на солнечных открытых участках из особенностей ухода это регулярная прополка и прореживание от отмерших частей самого растения ясколка обыкновенная обладает лекарственными свойствами но с ярко выраженными противопоказаниями июль армерия приморская относятся к немногочисленному классу растений металлофитов которые произрастают на почвах загрязненных токсическими тяжелыми металлами цинком, кармином, свинцом и очищают землю предпочитают солнечные и прогреваемые участки песчаную или каменистую почву и не любят присутствие в почве извести от извести можно избавиться внесением в почву аммиачной сиэлитра или ее поливом раствором уксусной кислоты но с последней нужно не переборщить еще один способ добавления сульфата алюминия в слой прикормки данную манипуляцию нужно совершать один раз в год и когда вы будете добавлять сульфат следите за тем чтобы не повредить корневую систему остильба остильба растение для полутени не любят как застой воды в почве так и ее пересыхание с задачей жесткого пересыхания справляются мульчирование древесной корой с щепой торфом или опилками слоем в 3-5 см также мульчирование решает проблему перегрева почвы и минимизирует негативный эффект от роста корневища вверх являющимся характерным для этого растения в противном случае из-за израстания корневища вверх растение придется окучивать по почве суглинок с нейтральной кислотностью любит калийно-фосфорное удобрение колокольчик арпатский неприхотливое растение предпочитает солнечные места или полутени лучшая почва плодородная с хорошим дренажом нейтральная либо слабокислая в тяжелых плохо дренированных грунтах где происходит частый застой воды колокольчик быстро погибает от избыточного переувлажнения если вы сажаете цветок в тяжелую суглинистую почву тогда при перекапывании добавляйте песок или раскисленный то есть не кислый торф излишне рыхлые песчаные грунты желательно смешивать с перегноем либо дерновой землей но что интересно именно цветок был в форме для привычных нам колоколов да и сами колокола получили свое название из-за цветка а не наоборот купена у этого растения есть ряд других наименований наиболее распространен это садовый ландыш или соломоновая печать все части растения ядовиты особенно плоды и корневища но у этого растения есть лекарственная сторона правда с учетом ядовитости к лекарственному применению если и подходить то аккуратно быстро разрастается и если не купировать этот процесс делением корневища то растение начинает пагубно действовать на соседей если таковые имеются растение выращенное из семян начинает свести спустя 3-5 лет после посадки по уходу любит мульчирование плодородную дренированную почву минеральные удобрения и золу также следует отметить что растение предпочитает затененные участки сада молодила у нас еще называют каменной розой в европе и штатах наседкой с цыплятами помимо сада выращивают в домашних условиях также эта культура прекрасно обживает балконные ящики и вазоны особенно эффектно смотрятся в сочетании нескольких сортов собранных в одном месте при выборе места для посадки растения лучше отдавать предпочтение открытым участкам с хорошим воздействием солнечных лучей светолюбивый куст нормально развивается только при насыщенном световом дне выращивание в тени приводит к появлению длинных и некрасивых листьев которые серьезно улучшают декоративный сорт в качестве почвы лучше выбирать песчаные дренированные варианты где не будет присутствовать застой в лампе при этом плодородность почвы играет несущественную роль очеток любит цветополутин в целом не притязательный к почве но для достижения наилучших результатов в почву необходимо вносить органические удобрения на компост или перегнут часть видов этого растения обладает лекарственными свойствами в основном кровоостанавливающими противовоспальнительными среди многообразия очетков я хочу выделить очеток отогнутый за необычную и на мой взгляд красивую форму листвы цветы у него не превосходят другие сорта но вот листва у него интересны а также очеток голубая жемчужина или блю перу за необычную окраску в России с этим сортом проблема но с учетом того что очеток хорошо размножается семенами можно попробовать заказать их за границей тимьян или в случае тимьяна ползочего чабрец предпочитает солнечные места но не любит сквизняки почва нейтральная с хорошим дренированием но главное не кислая корневая система у тимьяна слабая поэтому если будете собирать тимьян в лекарственных или профилактических целях учитывайте это то есть его нужно резать а не отрывать руками хоста может расти практически на любых почвах но так же как и лилейники предпочитают среднюю по составу и весьма плодородную почву для лучшего роста хвост умульчируют используя торф, кору, щепки, хвойный опад от ели сушеную траву, шелуху от кедровых ореков а вот компост и перегной для мульчирования не применяется так как может привести к подпреванию корневой шейки в случае миниатюрных и карликовых сортов мульчирование вообще не применяют несмотря на то что цветы хвоста внешне довольно привлекательные растение получило свою популярность благодаря окраске и форме листьев есть хвоста которые меняют цвет листьев по ходу сезона а в некоторых он зависит от освещения так есть хвоста которые при выращивании в тени зеленые а на солнце золотисто-желтые отсюда и правило выбора места тем светлее листва тем больше солнышка нужно растению темно-зеленые и голубые сорта нужно высаживать в тени для выращивания светлых хоз подойдет полутень или даже солнечное место но при интенсивном воздействии прямых солнечных лучей на листьях будут появиться ожоги также растение не любит ветер и сквозняки август драхикома и бирялистная строго говоря из-за отсутствия способности к зимовке в средней полосе это растение можно считать однолетним но из-за хорошей способности размножения семенами и с учетом того что некоторые садоводы путем его выкапывания все же обеспечивают ему зимовку было принято решение не исключать ее из обзоров в диком виде бракихикома распространена в Австралии в засушливых солнечных регионах не удивительно что цветок предпочитает хорошие освещенные участки и хорошо переносит отсутствие влаги место должно быть хорошо защищено от ветра почва необходима рыхлая хорошо пропустякающая воздух и влагу с нейтральной кислотностью гвоздика турецкая в целом растение неприхотливое и не требует каких-то определенных условий для выращивания но для лучшего результата рекомендуется выбирать участок для посадки бессильного воздействия прямых солнечных лучей где во второй половине дня полутень а в качестве почвы хорошо дренированы плодородные песчаные супесчаные суглинистые субстраты со слабо щелочной или же нейтральной кислотностью из особенностей можно отметить что полноценное цветение начинается со второго года и вот тут необходимо сказать что многие культурные сорта этого растения по сути двухлетки гейхера растения обладают очень эффектными листьями которые могут быть окрашены в различные цвета также есть сорта которые в течение одного периода вегетации могут менять цвет листьев причем не однажды ни одна другая культура не отличается от такой палитры оттенков столькими вариантами их сочетаний как гейхера особенно ее современные варегатные сорта гейхера будет отлично расти и правильно развиваться как в месте где достаточно много света так и в том где полутеть но перебор с воздействием прямых солнечных лучей для нее губитель в качестве почвы лучше всего подходит не кислая плодородная достаточно легкая земля имеющая хороший дренаж причем главное из перечня не кислая для чего при посадке можно добавить мел или залог сентябрь березк помимо эстетических свойств является прекрасным медоносом но это скорее на заметку пчеловода по своей сути кустарник попал в раздел цветов благодаря тому что цветы в период цветения составляют две трети его размера назвать его кустарником у меня не получилось для высадки лучше выбирать открытые хорошо освещенные участки но можно посадить данное растение в полутине к составу почвы одно требование она не должна быть щелочной а еще лучше должна быть кислой карликовые астры есть как многолетние так и однолетние сорта этого растения причем однолетние виды и сорта размножаются токсименным способом а многолетние как правило вегетативные а именно черенкованием и делением куста астра прекрасно растет на солнечных участках но способна выдержать легкую полутень на северной стороне участка это растение не будет обильно цвести астра любит тепло и солнце астра может расти на любом грунте но все же это растение предпочитает рыхлую воздухопроницаемую почву также астры не любят сорняков которые без прополки будут мешать астре нормально развиваться и могут заглушить растения чтобы реже пропалывать сорняки можно мульчировать почву вокруг корня в качестве мульчи лучше использовать торф измельченную древесную корову или же опилки мульча не только не даст расти сорнякам но и поможет сохранить влагу в почве что даст возможность реже поливать растения колхекум или безвременник неприхотлив к условиям без пересадки может расти 5-6 лет если он перестал цвести это означает что в гнезде образовалось слишком много молодых дочерних луковиц и растения следует рассадить обычно его размещают на солнечном или притяненном месте наиболее рекомендуемое место для посадки это место под садовыми деревьями по грунту для выращивания основное условие это отсутствие застоя влаги наилучшей для безвременника считается легкая и рыхлая почва с достаточным запасом питательных веществ в первый раз цветения безвременник распускает лишь один цветок подросшее растение образует новые луковицы которые дают несколько цветков есть сорта с весенним периодом цветения лириопи колосковая растения разнообразны как по цветам так и по листу так например на фото лириопи с белыми листьями относятся к сорту окина от японской окинавы лириопи отличается неприхотливым характером и не требует особенного ухода оно активно возрастается является отличным почвопокровного растения растение хорошо чувствует себя и в тени и на ярком солнце однако пистолистные формы в тени могут потерять яркую расцветку оптимально подобрать светлое место с небольшим затенением от полуденного солнца растение нормально переносит засуху может пострадать от затопления корневища для посадки подходят нейтральные слабокислые водородные почвы с хорошими дренажными свойствами циротостигма как по мне что-то среднее между кустарником и цветком хотя если говорить строго это все-таки низкорослый кустарник большая часть сортов обладает хорошими почвопокровными свойствами предпочитает умеренно плодородные легкие влажные хорошо дренированные почвы не переносит сырых мест и глинистых тяжелых почв хорошо растет на солнце и в легкой полутени октябрь мелколесные хризантемы из большого разнообразия наиболее распространены сорта относящиеся к корейским гибридам связано это в первую очередь с их хладостойкостью а следовательно способность зимовать в условиях средней полосы основными изюминками данного цветка является период цветения когда больше практически ничего не цветет и огромная многообразная форма цветка и его расцвет для посадки подойдет открытое хорошо проветриваемое освещенное место не должно быть постоянного ветра и сквозняка в то же время и застоя воздуха не должно быть оптимально выбирать более-менее возвышенные участки при горке склона так как нельзя допустить чтобы корневая система постоянно утоплялась водой этот цветущий многолетник будет без проблем расти в рыхлой плодородной земле однако с последним перебарщивать не стоит в очень плодородная почва цветок разрастается в ущерб цветению по кислотности грунт должен быть нейтральным или слабокислой реакцией оптимальная почва для посадки сандовой хризантемы хорошо дренированная суглинистая или супесчаная Штенбергия желтая растению требуется теплое солнечное место и плодородная песчано-глинистая почва с хорошим дренажом который является залогом успешного выращивания так как сквозняки и застой влаги это то что точно вредно для данного растения так же как и в случае с колхиком есть сорта с весенним периодом цветения многомесячники Газания можно выращивать и как однолетнюю как многолетнюю культуру так как есть однолетние и многолетние сорта, но с учетом того что растения родом из Африки зимовка в средней просе России проблемы даже для морозоустойчивых сортов поэтому зачастую даже многолетние сорта выращивают как однолетники не заморачиваясь с укрытием на зиму Основная жемчужина растения это его цветок хотя внешне он напоминает простую степную ромашку его нежные лепестки намного крупнее, а разнообразие расцветок просто восхищает Участок для посадки должен хорошо освещаться, так как от этого будет зависеть интенсивность и продолжительность цветения Не стоит бояться участков, которые находятся под воздействием прямых солнечных лучей Они не только не вредны для газания но и стимулируют ее цветение так как культура отличается высокой теплолюбивостью и засухоустойчивостью Главными условиями ухода за необычным цветком является хорошо дренированная почва и достаточное количество солнечного света период ее цветения с июня по ноябрь Гуара Умеренный полив, рыхление почвы и уничтожение сорняков это все что нужно для роста и благополучия Гуара светолюбиво обходится без большого количества влаги Почва с высоким содержанием песка создают наилучшие условия для ее развития Кроме того всегда следует помнить что цветок плохо переносит тень или стебельки вытягиваются прогнетается процесс цветения Сам же период цветения с конца июня по ноябрь Делосперма С мая до начала осени делосперма густо покрывается цветками Окраска цветов довольно разнообразна Причем среди разнообразия встречаются экземпляры с градиентной расцветкой, когда льняный лепесток у края и основание имеет различный цвет Диаметр одного цветка может достигать 7 см При этом цветам свойственно закрываться в дождливую или пасмурную погоду и раскрываться вновь навстречу яркому солнцу Делосперму высаживают в самых теплых и освещенных участках в рыхлую питательную почву без застоя воды Рекомендуется предварительно внести в грунт торф или песок для просушивания и разрыхления грунта Делосперма не боится засухи и жары В ее плотных листах сохраняется много влаги с помощью которой делосперма переживает периоды засухи, а вот сырость и затопление негативно сказывается на растениях Калиптридиум Солнцелюбивое растение для каменистой или песчаной почвы с очень бедным составом и очень хорошим отходом воды Такое впечатление, что для этого растения чем жестче условия, тем ему лучше Впрочем, так же как и его описание в интернете либо ничего, либо совсем ничего даже сроки цветения по одним источникам июль-октябрь по другим май-август лично мое мнение истинно где-то посередине то есть середина июня до начала сентября Еще сказано, что растение зимует под укрытием и может выплеть дождливые зимы Кислица Кислица у этого растения различаются сорта как по внешнему виду так и по срокам цветения поэтому определить их в один месяц не получилось так на слайде, который вы видите представлена кислица обыкновенная цветущая в мае а представленные на следующем слайде кислица железнолистная и кислица девятилистная цветут в июне из особенностей листские обыкновенные кислицы используют при приготовлении салата в общем-то из-за кислого куста листьев растение получило свое название а также у всех сортов кислица после наступления темноты в плохую погоду цветы закрываются а листья складываются, опускаясь вниз кислица прекрасно себя чувствует как на затененных, так и на солнечных участках но от степени освещения может зависеть окраска листьев в целом она предпочитает полутень, где листочки приобретают насыщенный темный цвет кислица любит нейтральную и слабокислую плодородную почву растение любит влагу, но любит ее застоя поэтому почву желательно дренировать и поливать растение в засушливую погоду не допуская пересыхания почвы лаванда изначально растение не переносило российские зимы, но селекционеры исправили эту пробелему и на сегодняшний день есть много сортов, которые в той или иной но удачной степени справляются с российскими зимами приятный теплый запах лаванды делает это растение востребованным в промышленно-косметической промышленности эфирное масло лаванды обладает сильными и разнообразными лекарственными свойствами есть примеры посадки лаванды рядом с овощными культурами для их защиты от вредителей так как лаванда обладает достаточно сильными инсекцицидными свойствами наиболее распространенный период цветения два месяца а его стат зависит от сорта при этом для большинства сортов время цветения выпадает на лето но есть сорта цветений, которых приходится на весной или раннюю ус сухая, хорошо дренированная почва суммированной плодородностью и щелочной или нейтральной кислотностью является наиболее подходящей для лаванды а в качестве места подходят освещенные или очень освещенные участки левизия всю осень и весну левизия покрыта красивыми зелеными листьями в апреле-майе начинается бурное яркое цветение, которое длится до конца сентября предпочтительным грунтом для левизии являются хорошо дренированные легкие богатые гумусом сустра состоящие из песка, торфа, компоста и дерма многие сорта предпочитают кислые почвы но опять-таки с хорошим дренированием которое в случае левизии рекомендуют достигать добавления камушков или щеблок а в качестве места тенистое без попадания прямых солнечных лучей идеально подойдут западные и восточные склоны альпийской горки Медуница свое русское название получилось из-за медоносных свойств но есть название легоченица идущая от лекарственных сортов растений практически всем сортам медуницы присуща способность очень редко встречающихся у других цветов они меняют цвет венчика в процессе цветения зацветая розовым цветом венчики постепенно меняют окраску на синий медуница предпочитает насыщенные гумусом морекулы и почвы хорошо подойдутся песчаные или суглинистые грунты и с хорошим дренированием слабокислой, щелочной или нейтральной реакцией для цветника выбирайте место куда не попадают прямые солнечные лучи ведь именно в тени медуница цветет ярче а рисунок на ее листьях становится четче период цветения с мая поедин кроме того есть сорта который имеет второй период цветения в августе-сентябре мукдения активное цветение начинается в конце весны представлено в виде небольших соцветий нежно-белого цвета но вся красота и оригинальность без сомнения заключена не в скромных соцветиях а в форме листьев и шикарных оттенков наиболее благоприятными для них будут владоемкие суглинки или супесчаные почвы перед посадкой во время перекопки добавьте в грунт ведро компоста или перегноя можно и то и другое в равных частях для того чтобы почва дольше сохраняла влажность в ямке приготовленные под посадку выкладывают не толстый слой глины также это растение предпочитает размещение в тени и обильный своевременный полив прямые солнечные лучи оставляют ожоги которые влияют на декоративность листьев многолетника в засушливых местностях без поддержания влажности необходимой для мукдения она быстро превратится в засохший куст строго говоря это растение должно было быть отнесено к цветущим маям но из-за его особенностей я его повестил в многомесячнике а именно за то что после цветения которое длится порядка месяца и приходится на конец весны начинается смена цвета листьев зеленый окрас меняется сначала на портпурный а затем на багряный или насыщенно красный чаще всего после отцветания появляется розово-лиловый абрес а к сентябрю они становятся полностью бордов в конце сезона при созревании плодов листья часто приобретают двухцветную окраску посередине листа сохраняется зеленый цвет а по краям образовывается темная красная окантовка именно в осенний период растение поражает яркой палитрой красок и выделяется в саду на фоне других мшанка мшанка шиловидная или ирландский мох наиболее популярный сорт растение обладает очень сильными почвопокровными свойствами высотой до 8 сантиметров что избавляет от необходимости косить эти свойства мшанки являются основными причинами популярности данного растения им возможно заменить газон а с учетом того что мшанка цветет то в период цветения длящийся с июля по сентябрь газон приобретает сказочный вид также есть более крупные сорта и сорта имеющие худшие почвопокровные свойства для лучшего контроля разрастания истребованные это солнце и чем больше тем лучше почва дренированная по кислотности от слабо щелочной до кислой но не лучшим вариантом считают смесь в которой 50% торфы и по 25% песка и дерновой земли орегано декоративный экстравагантный суккулент используемый для альпинариев емкостей и подвесных кашпо пурпурно-зеленые прицветники и мелко-розовые ароматные цветы создают захватывающий вид декоративен весь сезон период цветения с июня по сентябрь засушенные цветы используют в зимних букетах наиболее популярные круглолистные сорта киригами, кенбьюти и орегано обманское у орегано есть и другое название душица так как благодаря своему специфическому запаху она оберегает не только себя но и своих соседей практически от любых паразитов декоративные орегано также обладают этим свойством но не представляют гастрономического интереса в отличии от диких сортов растения не любят слишком обильного полива а также застоя воды на участке температурный минимум растения находится на отметке минус 15 градусов поэтому в средней полосе России их нужно укрывать на зиму портулака у нас растения однолетние так как напрочь отказывается зимовать включая наиболее, если это можно так сказать морозоустойчивые виды но с учетом отличного размножения самосевом цветок будучи высаженный единожды всходит на этом же месте и на следующий год являясь новым растением у него порядка 200 разновидностей и излюбленным местом для роста являются влажные песчаные точки у рек и водоемов также он хорошо себя чувствует в садах и огородах и очень популярен среди британцев у нас выращивается только один вид известный как портулак крупноцветковый во многих странах например во Франции, Индии или на Кавказе это растение употребляют в пищу портулак огородный богат витаминами С, К, Е, П, В1 и В2 каротином и микроэлементами в кулинарии используют молодые побеги листочки, из которых готовят салаты тушеные блюда и маринады при посадке в грунт песчаная почва желательна для этого растения и желательно бедная, чтобы растение не наращивало зеленую массу попуску на богатой почве портулак в открытом грунте обычно не цветет портулак обладает рядом лечебных свойств в его побегах содержатся многие витамины также он служит источником белка и углеводов для него чрезвычайно важны хорошее освещение и умеренный полив бутоны распускаются всего на сутки поэтому разноцветные аромы всегда разные цветение портулака длится все лето с середины июня до сентября или октября пока не начнутся заморозки единственное требование это обильное освещение радиола золотой корень или радиола розовая это популярное лекарственное растение которое из-за полезных свойств собирают в очень больших объемах такое отношение привело к тому что растение стало встречаться все реже и было занесено в красную книгу слово розовое в названии появилось из-за того что корень используем в лекарственных целях при срезе или слоем и излучает аромат очень схожий с ароматом розы цветение в зависимости от сорта попадает на период с мая по июль плоды обладают красноватым или зеленоватым оттенком и созревают ближе к августу место где будет расти радиола должно быть защищено от сквозняков в противном случае существует большая вероятность появления заболеваний и расположены на хорошо освещенном участке или в полутене в идеале грунт должен быть субпесчаные или суглинистые с добавлением органических удобрений по кислотности растение любит нейтральные или низкокислотные почвы тяжелые почвы дренируют добавляя битый кирпич, щебень или керамзит песчаные почвы наоборот дренировать не надо так как это приведет к излишнему забору влаги у растения рода гипоксис влаголюбивые ветробоязненные растения предпочитают хорошо освещенные участки и полутень наилучшую приживаемость и темпы роста радогипоксисы показывают на хорошо дренированных рыхлых почвах с нейтральной кислотностью и вот если слабую кислотность можно допустить то в щелочных или слабо щелочных почвах растение если и будет расти то крайне плохо вообще основное условие это вода точнее ее наличие в почве проще говоря засух растение не переносит и помимо регулярного полива желательно подвергать цветок в процедуре опрыскивания 1-2 раза в неделю при соблюдении оптимальных условиях содержания радогипоксис цветет на протяжении всего летнего сезона фацелия по большому счету этого цветка не должно быть в подборке так как декоративные сорта данного растения кольчатая фацелия и фацелия позже однолетние но набор полезных свойств данного растения впечатляет и заставил меня включить его в подбор помимо медоносных свойств данное растение в прямом смысле удобряет почву и используется как сидера то есть растения высаживают в сельском хозяйстве для восстановления плодородия и структуры почвы в частности фацелия способствует понижению кислотности грунта и его обогащение азотом и калием обогащая почву питательными веществами макро и микроэлементами эта однолетняя культура способна всего за один сезон качественно улучшить плодородие и структурный состав почвы помимо этого она считается настоящим фитосанитаром на грядке отпугивающим вредителей вытесняющей сорную траву растение цветет практически весь теплый сезон до самых заморозков обеспечивая обильные взятки для пчел в период когда другие растения уже отцвели фацелия светолюбивая культура это значит что сеять ее лучше на освещенных открытых участках многие разновидности фацелия прекрасно переносит тень почвы фацелия не особенно требовательна и может культивироваться практически на любых грунтах глина торф суб пески чернозем суглинки каменистость даже в зоне рискованного земледелия наиболее благоприятно для выращивания фацелия кислая застоянная или засоленная почва Эдельвейс обросший легендами изображенный на гербе Швейцарии горный цветок в естественных условиях произрастания цветы Эдельвейса весьма неприхотливы и при этом чтобы вырастить их в саду желательно придерживаться следующих рекомендаций для посадки Эдельвейса подойдет легкая рыхлая песчаная почва которая легко пропускает воду дренированная примесью щебенки или грубого песка также к земле желательно добавить известь органику Эдельвейс не любят поэтому навозом не удобрять в качестве места подходит солнце или полутень в идеале выбрать место так чтобы до обеда было солнце а после обеда полутень цветет Эдельвейс с Эльгюля по август к осени формируются мелкие розетки листьев Энотера миссурийская это многолетний цветок который известен своими вторыми именами а именно ночная примула или вечерняя свеча заслужило растение такие имена благодаря своему золотистому окрасу бутона и обильному цветению по вечерам когда распускаются бутоны лучше всего для выращивания цветка подходит солнечный участок но он может расти в небольшом затенении состав грунта для такого растения не важно за исключением дренирования так как растения не переносят застоя влаги лучше всего Энотера будет расти в легкой песчаной почве а цветет с июном до сентября Эфедра Эфедру по праву причисляют к наиболее ярким молодым садовым кустарникам цветы у Эфедры невзрачные но из-за необыкновенно роскошного ожерелья рубиновых ягод она способна привнести изюминку в вашу цветочную композицию кроме того у этого растения ягоды не только съедобные но и вкусные а побеги обладают целым рядом лекарственных свойств окрас побегов у Эфедры бывает очень разным у одних сортов он свежий изумрудно-зеленый а у других болотисто-бурый у третьих серебристый как правило это растение меняет свой окрас в зависимости от почвы и условий содержания окрас цветков традиционно желтоватый иногда грязный у разных хвойников цветение приходится либо на начало либо на конец лета а ягоды соответственно созревают с июля до сентября Эфедры неприхотливые нормально развиваются на каменистой известковой почвы предпочитают солнечные участки или легкую паути ну на этом данное видео закончено всем спасибо за внимание с вами был DIY канал дизайн ремонт квартиры дачи